Хотя стиль Леонардо все еще выдает его флорентийскую манеру, предложенная им интерпретация уже свободна от традиционных предписаний. Не может быть и речи о том, чтобы он ограничился изображением традиционной статичной группы девы с младенцем в окружении ангелов и пророков. Леонардо задается целью художественно отобразить старинное предание о встрече в пустыне ребенка Христа с юным Иоанном Крестителем. Предание обокрефично, хотя в тот момент еще никто не протестует против него. Эта самая смелая, почти эритическая реализация сюжета позволяет Леонардо изобразить вымышленный пейзаж со скалами и даже сделать его главным содержанием сцены, придав ему большой символический смысл, как в мифе о пещере. Непорочность девы сливается здесь с ее материнством. Внутреннее и внешнее чередуются в густой и влажной атмосфере. Игра искусственного света подчеркивает сумрак. Чрево земли, открывающее тайну жизненных сил в своих глубинах, пронизанных животворными токами. Такой смысл вложил Леонардо да Винчи в свою мадонну в скалах. Хотя Леонардо и не был первым, кто начал создавать десакрализованные образы мадон, он сумел передать в своей картине материнскую любовь Марии и ее постоянную спутницу – тревогу за дитя. Он наделил ее безыскусственной трогательной простотой. Молодая дева-мать с непостижимо таинственной улыбкой смотрит на свое неугомонное дитя. Мадонны Леонардо будут на протяжении веков служить образцом для художников. Мадонны Леонардо А пока что под влияние Леонардо попали братья де Прегис. Леонардо создал необычный тип пейзар, вызывающий тревожные ощущения, несомненно, связанные с его первыми впечатлениями от Ломбардии. Изгнав из своего произведения отца-младенца Иисуса, Леонардо предался тому семейству драматизм, которого не могло одобрить духовенство, выступавшее заказчиком картины. Результат вызвал шок. В таком виде церковники не могли принять работу. Назревал крупный скандал. Однако в ход событий вмешалось непредвиденное происшествие. В 1485 году в Ломбардии сверевствовала чума, жертвой которой стала треть населения Милана. Леонардо, страстно любивший жизнь, однажды уже встречался с гостей. Как именовали чуму северные флорентийцы, опасавшиеся прямо называть ее. Он знал, что лучшим средством спасения от нее является то, которое рекомендовал Бокаччу – бежать, бросив дела в деревню. Он так и поступил, захватив с собой своих приятелей, благодаря чему Зараостру, Аталанту и братьев Допрадис избежали худшего. По возвращении в Милан им пришлось решать проблему, которой стала для них Мадонна Скала. Заказчики не только отказывались принять ее, но и потребовали написать другую картину в более традиционном стиле. Этим вторым вариантом, видимо, является тот, который можно видеть в Лондоне. Первый же вариант находится в Лувре. До сих пор так и не удалось установить точную дату написания второй Мадонны Скала. Судебное решение по иску, заявленному заказчиками картины, принимал сам Лодовико Моро, который, вероятно, и является тем таинственным покупателем первого, отвергнутого варианта Мадонны Скала. Он, видимо, приобрел ее, чтобы подарить императору Максимилиану, по случаю его прокосочетания с Бьянкой Сфорца, племянницей Моро. Скандал, связанный с написанием этой картины и судебной тяжбой по этому поводу, окончательно был урегулирован лишь спустя 20 лет, во время французской оккупации Милана, когда вынесли решение в пользу Леонардо Давильнича. Однако его миланский дебют, как видимо, оказался далеко не простым. Леонардо Давильнича Вынужденные творческие паузы он и здесь заполнял естественно научными исследованиями. Страсть к познанию мира во всех его малейших подробностях никогда не покидала Леонардо, точно так же, как и потребность в обмене идеями. Бездействие в мастерской толкало художника на всевозможные исследования и изобретения, вплоть до попыток дать людям крылья, чтобы те полетели как птицы. Леонардо Давильнича Вместе с тем, всю свою жизнь Леонардо был тяжел на утренний подъем, отчего страдал и с чем боролся с переменным успехом. Процесс выхода из состояния сна был для него настоящим проклятием. Он упрекал себя в этом, постоянно искал способы избавиться от этого недостатка, разрабатывал систему легкого пробуждения от сна. Однако так и не нашел ничего лучше, чем то состояние, в котором он пребывал, получив хороший заказ. В начальной стадии работы он легко просыпался по утрам, но потом все менялось в худшем. Перспектива опять оказаться в ситуации, которую породила эпопея с Мадонной в скалах, не внушала оптимизма. Перспектива Перспектива На первый взгляд обе Мадонны очень похожи друг на друга. Общее очертание пейзажа, главные действующие лица. Но если присмотреться ко второй версии повнимательнее, то оказывается, что изменилось буквально все. Исчез таинственный указывающий жест ангела, поменялись элементы пейзажа, появились совсем другие камни и растения, а цвета стали яркими и ирреальными. Долгое время считалось, что более позднюю версию картины писал не сам великий мастер, а его ученик Амброджо де Предис, а Леонардо лишь руководил процессом. И вот в 2010 году, после реставрации картины, Лондонская национальная галерея обнародовала сенсационную новость, хранящаяся в ней Мадонна в скалах, написана самим художником. Неужели действительно Леонардо поступил со своими принципами верности природе и пошел на поводу у заказчиков? Леонардо Сенсационное открытие исследователей из национальной галереи не развеяло. По сей день многие искусствоведы ставят под сомнение авторство Леонардо. Кстати, не только искусствоведы. Одну из самых любопытных теорий о Мадоннах придумали геологи. Геолог и специалист по ренессансу Энн Пиццуроссо проанализировала природный ландшафт на обеих версиях в Мадонны скалах и пришла к неожиданным выводам. Первый вариант картины Леонардо написал в 1480-е годы в Милане. В то время художник много времени посвящал естественно-научным исследованиям. Он целыми днями бродил в горах неподалеку с блокнотом и карандашом. Леонардо был не только выдающимся художником, но и настоящим ученым. Он сделал множество открытий и написал труды по анатомии, ботанике, геологии, астрономии, инженерии и математике. Сохранились его заметки и натурные зарисовки местности, описания местных цветов и трав, наблюдения за альпийской природой. КОНЕЦ Леонардо был не только выдающимся художником, но и настоящим ученым. Он сделал множество открытий и написал труды по анатомии, ботанике, геологии, астрономии, инженерии и математике. Подмеченные Леонардо черты миланской природы превратились в тщательно прописанный пейзажный фон Мадонны в скалах. Художник устраивает зрителям настоящий тур в музде естественной истории. Местные растения, даже структура камней переданы до мельчайших подробностей. Леонардо учел даже то, что в холодном и темном гроте могут расти лишь определенные виды трав, которые не требуют солнечного света и выживают среди камней. Такой подход вполне соответствовал представлениям художника о живописи. Леонардо был убежден, что хороший художник должен уметь воспроизвести любую форму, встреченную им в природе. «Ты не можешь быть хорошим живописцем, если ты не являешься универсальным мастером в подражании своим искусствам всем качествам форм, производимых природой. И что ты не сумеешь их сделать, если ты их не видел и не зарисовал в душе, пройдя по полям», – писал художник. Субтитры создавал DimaTorzok